Hello! Может вы еще не заметили, но во мне кое-что поменялось. Нет, это не цвет волос. Это уже у меня норма, я по жизни немножко хамелеон. Может кто-то другой вам бросается в глаза? Мне 25 лет. Вот так меня жизнь помотала. Думаю, мои 25 лет можно назвать успешными, потому что, как у настоящей состоявшейся 25-летки, у меня есть свои котики на носках. Ой, ребята, а еще мне подарили Silvanian Family. Я так хотела вот эту семью коров, мне кажется, вот это я на них очень похожа. Вот это мы с Кириллом. Кстати, на Кирилла так как похожи, вы посмотрите. Одно лицо, в хорошем смысле. Еще у меня вот такой вот маленький little baby. Мышка, она сидит в тюрбанчике. So cute! Все, они у меня теперь там стоят. Коровок я раскрывать не хочу, пусть живут в домике. Боже, ребят, я так ждала этот день. Знаете, что-то там такие тревожные шоу постоянно показывают, но Супер Мама, это просто, это It's My Love Island. Какой еще Love Island? Это мой Peace Island. Как вы помните, там 4 Супер Мамы, которые борются за титул. Мы уже успели посмотреть троих. Я эту последнюю серию, господи, уже не знаю, сколько не могу посмотреть. Наконец! Ну, честно говоря, знаете, не зря дотянула. Сегодня у нас просто потрясающий день, чтобы продолжить смотреть наши Супер Мамми, потому что уже сама почти как Супер Мамми. Ну, почти. Еще лет 7, может быть, и точно будет Супер Мамми. Все, как обычно, давайте нажираться, напиваться. Опять у меня вода. Шо у меня тут еще есть? Ну, есть блеск для губ, но его я ем так, по чуть-чуть. Ну, на этом пока все. Я как-то не особо голодная. Там у меня Кирилл готовит плов, прикиньте. В прошлый раз Кирилл сделал 8 пицц, а сейчас он делает плов. Так что я пока экономлю там себе местечко в животе. Кстати, если чего, я это все рассказываю сейчас в Телеграме, поэтому можете подписаться, я буду рада вас видеть. Сегодня у нас Алена, ребят, кто и забыл? Ой, в прошлом выпуске Алена что-то там наговорила, наболтала всякого такого странного, смешного. Ну, я надеюсь, что сегодня тоже что-нибудь расскажет интересное. Ну, мы все посмеемся, пообщаемся. Алена Вебер, 33 года. Родилась в Иркутске. До 18 лет жила в городе Братске. После совершеннолетия переехала в Москву. Как улыбается, ребята, счастливая у нас мамочка, да, сегодня будет? Получила высшее образование по специальности менеджмент организации в Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. На протяжении 8 лет Алена работает риск-экспертом в нефтяной компании. Риск-эксперт в нефтяной компании, дорогая. Что там считаем, когда нефть закончится, да? Для меня с детства было очень важно занять какую-то важную должность, заниматься чем-то очень-очень серьезным. Для меня работа в нефтяной компании – это было вау. Моя яд сладкая, понимаю. Мужа Алены зовут Игорь. Ему 50 лет, имеет свой бизнес в сфере строительства. У меня просто потрясающий мужчина, потрясающий муж. И я всегда ему говорила на каждый день рождения, на каждый праздник, ты лучший мужчина вообще для меня. Ну, это и в принципе, это единственный мужчина в моей жизни. Ничего себе, Jesus Christ! У них разница причем 22 года. Ничего себе. Это ее первый мужчина? Что? То есть, и во сколько лет ты начала с ним встречаться? Вместе пара уже 17 лет. У Алены и Игоря четверо детей. Старшему сыну Илье 15 лет. Дочери Насте 13 лет, Вове 10 лет и младшему Саше 4 года. Подождите, это все очень круто. Подождите, 17 лет. Алене 33, если я ничего не путаю. 33 минус 17 равно 16? 55 минус 16? 39. 39. Что? Подождите, не-не-не-не-не. Нет, Алена, не говори, что он ее загрумил, пожалуйста. Боже, не говорите, что они там, я не знаю, в школе познакомились, он был учителем каким-то. Не-не-не. Дети, это моя гордость, моя любовь, это мое счастье. Вообще вся моя семья, это мой невероятный фундамент. Кто первый ходит у нас? Ты будешь ходить? Ну давай, Саня. Давай, ты хоть. Главный подход в воспитании Алены – воспитай сначала себя и только потом ребенка. Родитель – это первый пример во всем для своего малыша. Ой, ребят, я не могу, у меня такие мысли страшные в голову. Как можно до конца было себя воспитать, если она начала встречаться с мужчиной в 16 лет, будучи как бы до конца не познавшей этот мир? Ладно, я надеюсь, что у меня сейчас в голове просто какой-то иммагинариум. Сейчас меня отпустят, надеюсь. Я супермама, потому что мне удалось совместить все роли в жизни женщины. Я состоялась как профессионала, я состоялась как мама, я состоялась как супруга. И я считаю, что если женщина хочет, она может абсолютно все. Блин, ну выглядят они прям очень счастливыми. Такая полноценная классная семья, и муж чем-то занимается, и Алена в нефтяной компании, боже мой. И пятеро детей. Как это можно успеть, я не знаю. Я чихуахуа завести не смогла, потому что испугалась, что я не успею нормально за ней ухаживать, или мне ничего там не хватает. А тут пятеро детей и столько, блин, всего в жизни. Алена, когда ты отдыхаешь? А что ты делаешь? А как ты набираешься сил? Какие-то суперэкстраверты, мне кажется, могут такой жизнью жить. Я не смогла бы. Мне бы столько не хватило энергии. Привет! Так, привет, девчонки. Пожалуйста, расскажите, что тут происходит. Пронюхайте всю эту ситуацию, расскажите нам. Держи этот цвет, цветочки. У Алены очень такая теплая, обжитая квартира. Большая гостиная, кайфовая. Очень прям симпатично у нее. Давайте, проходите. Абсолютно такая семейная, теплая атмосфера. Какие-то ароматы у нее благоухают. В общем, типичная атмосфера Алены. Ну что, да, нормальная обычная квартира. Там у нее даже парогенератор стоит. Господи, она даже находит время, чтобы загрузить этот парогенератор. Ребят, у меня вон, видите, стоит парогенератор. Увлажнитель воздуха. Вот, сори, увлажнитель воздуха стоит. Мне лень его включать и заливать воду, чтобы вы понимали. А Алена пятеро детей, нефтекомпания. И она успевает даже увлажнитель воздуха залить. Все, для меня это как бы показатель. Я вообще, я в шоке. Проходите. В холодильник мы смотреть не будем. Смысла никакого в этом не вижу. Я вам все наглядно покажу. Какая хитрая, ты посмотри. А вот как первым делом приходила на кухню, сразу в холодильничек заглядывала ко всем. А к ней не надо, а что такое, а что такое? Почему так? Что готовлю, что кушаем. Мама, лисичка. Да, потому что, ну, я считаю, что это неправильно по отношению ко всем нам. Мы с большим удовольствием открыли, так сказать, доступ. А она вот решила выпендриться и такая, типа, ну, нет, я вам вот так все расскажу. Может, у нее там какие-то секретики? Может, на нижнее белье это в холодильнике хранит? Что там у нее такое? Все показывать нельзя. Ну, а может, там лекарства какие-то свои специфические не хочет раскрывать? Хотя можно было это все убрать спокойно. Странная, странная какая-то. А что там ты прячешь? По мне нет никакого смысла залазить в холодильник. Я пригласила девочек к себе в гости. И для меня вообще не норма, чтобы приходил гость и залазил ко мне в холодильник. Ну, для чего? Ну, в туалет-то ты их пускаешь, хоть, я надеюсь. Какой-то холодильник, просто холодильник секрета. Конечно, знаете, это как бы все прикольно, так личные границы расставлять. Хорошо, ладно, не хочешь в холодильник? Ладно, мы туда не будем залезать, не переживай. Но я сразу вспоминаю, как она Ксюшу в прошлом выпуске топила. За то, что она там как-то неправильно ест, еще что-то. Ты какая интересная, Аленка, у нас. А, ну ты посмотри. Чисто теоретически пытаюсь представить, что там такое может быть в этом холодильнике. Что стесняется человек показать. Точно Макдональдс, ребят, ну сто процентов. Не покажешь, не откроешь. Нет, холодильник, ну какой смысл вам? Не показала свой холодильник. Ну, это ее дом имеет право, как бы, чего мы, не можем навязывать свои условия в ее доме. Не, ну смысла много, ребят. Ален, ну что такое? Ну смысла очень много. Понять, что вы едите. Нет, ну конечно, если вы в холодильнике храните какие-нибудь книжки, новогоднюю мишуру, ну тогда, наверное, смысла точно нет. Я сегодня буду вас угощать. Вот есть ананас, и все пьют смузи. Да. Прекрасно. Слушай, а ты сама готовишь? Всегда. Да, ты что, она еще и готовит. Алена, как? По-моему, в Алене какая-то маленькая машинка. Queen. Чтобы вы понимали, я встаю в 6 утра, у меня есть час на себя, и с 7 часов, естественно, я начинаю. Вот смотрите, с утра я приготовила суп. У меня, например, уже запеканка. Запеканка готовлю, вот реально, 15 минут. Ну, Алене однозначные плюсы, потому что она, несмотря на свой график, вообще на свою, блин, супер продуктивную жизнь, она успевает приготовить всем своим, как бы, детям. То есть у нее все под контролем, и она вообще с этим справляется на все сто. Я сижу с открытым ртом просто. Я последний раз готовила, знаете что, тортик, торт готовила где-то месяц назад. А, нет, еще я вчера себе пасту сделала, песто, за 15 минут. Ее больше 15 минут не люблю тратить на готовку, а тут и запеканка, и супчик. Может, холодильник просто реально из-за этого пустой? Она все из холодильника вытащила, все успела уже по местам растаять, в супчики кинуть, из всего там приготовить свои блюда, и там теперь ничего нету. Нет, у нее в холодильнике живут маленькие гномики, которые за нее все делают. Все, это единственное логичное объяснение. Аленочка, глядя на тебя, я это читаю 100%, что у тебя есть вот этот какой-то тайминг. Конечно. Ты знаешь точно, что я приготовлю. Это займет у меня вот столько времени утром, да, у меня там 30 минут на завтрак. Час у меня на ужин. Так и есть, конечно. Алена вообще человек рамок, концепции, систем, подходов. Как там, не дай бог, я на 15 секунд задержалась в готове смузи. Я вообще терпеть не могу любого рода форматы. Это просто для меня вообще убийственно. Ой, знаете, а мне наоборот очень нравится. Мне там прям так спокойно становится, знаете, тревожность уходит. Ты какой-то план ставишь, по нему живешь, там проживаешь свой день. И как-то легче. Вот самое сложное за день это принять решение с едой, например. Что ты будешь есть. Поэтому, когда ты уже себе как-то все продумал на жизнь, у тебя там свой план, свой график. Вообще, ребята, это кайф. Я хочу жить так же. У меня просто не получается. Не, вообще не. У меня есть свой план. Просто он такой немножко, знаете, более плавучий. У меня четкое понимание, в какие дни я занимаюсь спортом, в какие дни я отдыхаю, в какие дни я работаю, в какие дни я по врачам иду и так далее. Ну, там, короче, не знаю. Мне кажется, что вот когда есть какой-то такой вот план, он снимает всю тревожность. И тебе становится хорошо и легко жить. Смотрите, как оборудована моя кухня. У меня очень много приборов, чтобы было быстро. Мой любимый шейкер. Когда времени нет готовить, просто моментально режешь ананас, туда кладешь и... И ужин готовим. Вон мой гриль. Ты гриль открыла, неважно, пришла ты с работы. Это занимает 10 минут. У тебя готово мясо, у тебя готова рыба. Вообще, вот этому быту она придает огромное значение, на мой взгляд, конечно, чересчур большое. Но для нее это важно. Вот самое бесячее, это то, что надо потом это все мыть. У нас тоже были вот эти всякие смузишные, сокодавилки и гриль у нас тоже был. Мыть это потом все. Даже вот у нас даже есть эта посудомойка. Всякие там грили, мультиварки. Это все нужно, к сожалению, мыть самостоятельно. И вот прям вот я не могу... Я ленивая. Я маленькая лентяйка. У меня это не получается. Мне лень помыть, понимаешь? Все. Я обожаю смузи. Употребляю тоже в пищу для себя. Поэтому мне это близко. Пахнет очень вкусно. Да, запах прям вообще вот тут развеялся. Блендер, гриль, миксер. Все у нее есть. Мне это... Не надо. Ой, а я бы такое хотела. Знаете, вот главное, чтобы еще кухня была, сама за себя все делала. Вот приходишь на кухню, тут вот такие вот чьи-то ручки-роботы сами так вот все вот это делают. На кнопочки нажимают, сами это все складывают, сами помоют. Это вообще было бы замечательно. Не знаю, короче, я тоже прониклась вот этим всяким домашним бытом. Мне это все очень нравится. Ой, я еще когда, знаете, мимо всяких магазинов прохожу, типа все для кухни, для дома, я заглядываю. Ой, ребята, да, мне точно 25. Так что, Ален, ты молодец. Я стремлюсь к такому же уровню. Давайте проведем этот день с пользой друг для друга. Потрясающе. Ничего особенного, нечего добавить. Ну да, не погадаешь же потом на смузи гуще. Простите. А у тебя вообще помощники есть по дому? Ну смотри, все, что касается уборки. Раз в неделю приходят две уборщицы, они убираются. Но в течение недели мои дети, естественно, поддерживают порядок. Ну то есть это наш уровень нормы. В квартире-то у нее не чисто. Неужели она перед нашим приходом не могла вызвать уборщицу, для того, чтобы она как бы признала впечатление? Как бы пол был не очень чистый. Как будто вот перед нашим приходом не подготовились. Немножко она не оправдала моих ожиданий. О, это как так? Дети, что ли, не помыли квартиру? Ладно, ладно. Для меня это, наверное, как честность. То есть, типа, человек, он такой вот как есть, так есть. Привел, пригласил. Ну вот, они не успели убраться. Ну, понятное дело, когда у них время убираться-то еще, вообще не знаю. Все мы пылью дышим, и ничего такого страшного в этом нет. Небольшой глоток пыли полезен для здоровья. Плюс у нас дежурство по кухне. О май гад, что это? Ну, это просто убирает ребенок, то есть, складывает посуду там вот за семьей, когда она попушила. Конечно, я уверена, что дети предпочли бы жить без этого графика, да, но они очень не хотели бы там разочаровать маму, они очень любят ее радовать. Но мне кажется, скорее, что они убеждены в том, что они хотят жить по этому графику. Ой, ну, понятное дело, что дети, понимаешь, пока они выросли, ничего не поняли, мир не увидели, ничего не понятно, как можно по-другому жить. И пока они так живут, все дети счастливы в любых условиях, потому что хотя бы есть мамочка рядом. Ну, конечно, ну, кто его знает. Если бы я была на месте Алены, мне кажется, что это вполне логичная какая-то семейная традиция, мыть за собой посуду. Потому что, ну, раз у них нет посудомойки, как я понимаю, Вот прикиньте, типа, мама с папой будут каждый день за пятью детьми мыть посуду. Или сколько там их трое? Я уже даже забыла, значит, у них там очень много детей, поэтому, ну, единственным логичным решением во всей этой ситуации, конечно, приучать ребенка к порядку, и пусть они моют за собой посуду. Я против того, когда дети начинают просто работать на родителей, будто бы, выступать такими маленькими этими домохозяюшками, уборщицами. Но тут это тоже какая-то дисциплина, порядок. Меня посуду мыть не заставляли, обираться тоже особо не заставляли. Потом были такие сложности научить себя мыть посуду. Такая у меня белоручика, да. Ну, ничего, я из себя это все вывела. А со скольки лет вообще ты начинаешь составлять вот этот график? Когда ты уже участвовала? Знаешь, составляла на самом деле не я. То есть сначала они мыли, ну, то есть один помыл, второй помыл, что как-то очередность, потом они распределились. Давайте я день, чтобы не путать, потому что не запутаться. По дням распределить. Позиция Алены, да, приучение детей к труду, она мне очень ясна, понятна, близка. Важно научить ребенка за собой убирать, поддерживать, да, в чистоте пространство, уважать мамин труд. Вовка начал дежурить, наверное, лет шести, но он захотел сам. Естественно, одной ей не справится, поэтому она как бы детей привлекает, учит, что нужно все-таки заботиться друг о друге. Я считаю, что это правильно. Это воспитание, она приучает к тому, что нужно помогать друг другу. Вот про дежурить у меня сразу в школьные годы вспомнились, когда мы на этажах стояли, просто не бегать это всем говорили. И у них, наверное, то же самое. Кто-то стоит там на кухне рядом, проверяет, кто чем занимается. Если кто-то побежал, он такой, не бегать. Или проверяет, там, делает кто-то домашку или нет. Приходит там в комнатку. А что ты тут ничего не делаешь? А ну, делай домашку. Есть возраст переходный. Вы, наверное, знаете, вы мамы, все сейчас меня поймут. То есть до какого-то момента им реально нравится там помыть что-то, помочь. То есть у меня сейчас Сашка, знаешь, это ему не в обязанность. Вот прям реально деятельность совместная у меня прям вот очень заходила. Да, я знаю, что сейчас психолог скажет. Сейчас вообще в ТикТоке очень популярна вся эта тема. Типа, знаете, такие детские кухни. И даже иногда бывают не детские, но просто вот они настоящая кухня, но они маленького размера, чтобы ребенок там мог этим всем заниматься. И там у них и ножички висят, и можно такую маленькую плиту организовать, настоящую плиту. И я вот постоянно поражаюсь. Там вот есть такая мама в ТикТоке, которая предлагает ребеночку что-то там приготовить. И он там такие ингредиенты берет, которые я, я даже не знала, что это можно совмещать. А он там что-то уже там свое делает, пробует вообще. Мне кажется, это такой прям это big brain можно себе нарастить. К обязанностям по дому мы приучаем детей с самого младенчества. Буквально в годик ребенок тянет руки к пылесосу, к венику, хочет что-то вытереть тряпкой, и не нужно ему в этом мешать. Если мы не будем говорить, нет-нет-нет, лучше я сама, то тогда у ребенка будет продолжаться этот интерес. И в дальнейшем мы сможем сделать так, чтобы он действительно помогал семье, чтобы у него были свои домашние обязанности. И, конечно, когда детей несколько, легче делать это по графику. Это помогает не ссориться и каждому знать, кто за что отвечает. Но, помимо прочего, это помогает ребенку чувствовать свою нужность. Ведь на самом деле каждый из нас в семье хочет ощущать себя полезным. Вот и как интересно, даже так. Вот все, запоминаем слова психолога, дорогие мои. Слушай, ты случайно из многодетной семьи? Из многодетной? Ну, заметно сейчас. Прямо бросается в глаза. В Алене видно, что она из многодетной семьи. По ее поведению, подход к деткам. То есть она прививает хозяйственность детям очень активно. Дисциплину через график. У меня два брата младших. Ты еще и старше. Я старшая была. Естественно, это накладывает отпечаток. Я очень ждала своего брата, первого брата. Он родился у мамы в 7 месяцев, и у него ДЦП. Я очень переживала. И, конечно, я помогала. То есть мама всегда мне доверяла. Я была маленькой взрослой. Капец. Там реально очень большая ответственность на ней, скорее всего, была. Это на самом деле печальная история, вообще трагедия. И Алена, ну, конечно, молодец, что она не драматизирует по этому поводу, что вот они приняли, это был их выбор. Ну, они большие молодцы. Ну, это на самом деле очень сложно. Не хочу называть это трагедией, но, конечно, да, Алена большая молодец. Это многое объясняет ее поведение, ее взгляд на мир. Ну, понятно, откуда это. Мыла, переодевала. Мама у меня очень заботливая, да, но я чувствовала, что она во мне нуждается. Естественно, мне было несложно. Алена просто очень сильно быстро выросла. Но второй стресс, я ждала еще одного брата, думаю, сейчас точно все будет. Брат родился солнечный мальчик. Ребенок с синдромом Дауна. Когда ты узнаешь, сталкиваешься с этим, у всех семей, естественно, стресс. Вот это настоящая трагедия. Причем одна за другой. Понятно, что это был ад для них всех, но это был ужас. Возможно, поэтому у Алены столько сил, потому что она из самого детства как-то во всей этой движухе, хочется сказать. Она с самого детства как-то постоянно вовлечена, у нее постоянно какие-то там, наверное, задачи были. И сейчас для нее пятеро детей, или вот я забываю почему-то, сколько у нее детей, но для нее это почти по силам, возможно, даже равноценно тому, что тому вот сколько сил она тратила на заботу за братьями в самом детстве. И знаете, вот, наверное, самое главное, что вот как-то совпало хорошо. То, что Алена родилась такой достаточно с большой энергией, и ей получилось все это как-то пройти, и помогать, и получить такой опыт, и при этом как-то, знаете, не загнуться, все равно оставаться собой, со своими силами, там, самостоятельно развиваться как-то. У нас никогда вопроса не вставало у мамы отдать. То есть ей предлагали в роддоме откажитесь, у вас первый инвалид, как бы второй инвалид будет, отдайте. Мама сказала, я никому свое дитя не отдам никогда. Я сейчас расскажу, что какая сильная женщина просто. Это правда. Это правда, это круто. Прости, моя хорошая, она строгалась. Для меня это было очень трогательно. Я прониклась тем, насколько ее мама сильная женщина. И Алену это не напугало, да, там, родить четырех детей. То есть это очень здорово, что у них у всех правильные ориентиры и правильное позиционирование такой сложной достаточно ситуации в жизни. Аленочка, спасибо, что ты поделилась. Это просто такая история. Ты молодец, и у тебя мама. Вообще здоровье ей крепкого-крепкого. Вообще такие крутые, я не могу. Меня история абсолютно не зацепила никак. Я, ну, прослушала, молодцы, замечательно, что вы вот так вот справляетесь, все хорошо. Я не чувствую жалости, вот и все. Может, я какая-то жесткая. Да, просто незачем, потому что Алена, вон, какая классная. Не надо, да, попросту так всех подряд жалеть. Это многим, на самом деле, даже не нравится. Так что Алена молодец. Алена сильная у нас вообще woman. У них там еще и котик какой-то, и сладкий там котик ходит. И там взял котик такой ходит. Надо будет показать нам котика. Еще просто порадоваться, что все хорошо. Все у всех получилось. Все справились со своими трудностями в жизни. И как-то, в общем, хорошо на них смотрят сейчас, позитивно. Это самое главное. Алена, расскажи, а ты как-то во время устаешь? У тебя батарея когда-нибудь заканчивается? Потому что ты готовишь, и работаешь, и детям время уделяешь. Хороший вопрос. Ну, вот смотри, по поводу энергии, да? Я поделюсь своими утренними ритуалами, своими практиками, которые, естественно, я занимаюсь. Вот так. Ну, ты молодец вообще. Что за практики у нас? Питаемся солнцем? Что на йогу занимается какой-то? Что тут за практики у нас будут? Милые, проходите. Как симпатичная. Вот это мое рабочее пространство. Здесь я работаю. Я всегда начинаю утро с себя. Я встаю ровно в 6 утра для того, чтобы час времени у меня был проснуться, выпить воды с лимоном. И сделать свои практики. Полина так посмотрела, типа, боже, фу, в 6 утра? Ну, ты больная, конечно. То есть я занимаюсь медитацией. После медитации я встаю на гвозди при помощи тела. Управляю своим состоянием. Сколько ты на них стоишь? Две минуты. Однозначно, истории с гвоздями, истории с медитациями, это все супер мне близко. Я тоже внедряю это все в свою жизнь. Это как раз о наличии хороших привычек в твоей жизни. Ну, это правда, ребят. Знаете, я иногда слушаю медитации, редко, но, знаете, вот самые тревожные моменты, когда прям страшно, прям что-то вот как-то вообще, что-то закололо прям в голове. Я иногда слушаю медитации, это реально тема. Мне кажется, сейчас многие могут, типа, знаете, то есть у виска покрутить, типа, господи, что там? Занимается какой-то ерундой, но приносит ему это какую-то энергию, удовольствие, ну супер. Блин, на самом деле это все очень прикольно, потому что когда ты медитируешь на гвоздях, одно из упражнений, которые ты там можешь делать, когда ты там себя тревожно чувствуешь, это сосредоточиться на своем теле. Попробовать себя там почувствовать, понять, какие у тебя сейчас какие-то ощущения в теле, мысли плохие, они сразу улетают как-то. Если у вас busy mind, как это по-русски, типа, постоянно, в общем, у вас какая-то вот в башке, постоянно какая-то там тревожность есть, постоянно какие-то мысли такие вот, накручивания, то, блин, вообще классно, очень прикольная тема, мне кажется. Одна из самых вот первых действенных практик для того, чтобы такие активные женщины, как я, перешли вот из думаю в чувствую, да, я начала заниматься телом. Ля, офигеть, ребят, я не смотрела этот выпуск, я не знала, что она сейчас это скажет, но это мне просто так близко, господи. Короче, все с тревожным расстройством или там, не знаю, с тревогами постоянными в жизни, вот наверняка понимают, о чем речь. Вот чего мне не хватает в Алене? В Алене мне очень не хватает тонкости, чувствительности, какой-то проницательности. Это человек, который настроен на интеллектуальный контакт, а не на чувствительность. Вот она сухарь, понимаешь, она вообще людей не чувствует, ну... Ну что, минус два балла, Алене? Очень малочувствительный человек. Она не поняла, что я с самого утра хотела яблочный сок, а она мне принесла ананасовый сок. То есть я подключила намасливание, вот просто, это моя утренняя практика. Ты просто утром, под музыку своего утра начинаешь наносить на себя масло. Но не наносишь не так, что, знаешь, так, я маслю, что мне там надо сделать, 59 детей и так далее. Ты наносишь и ты чувствуешь, да? И вот буквально проходит 7 дней, и ты просто не понимаешь, как через действие ты поработала со своим состоянием. Как эзотеек я скажу, что это, конечно, ой, вообще. Ну, ну, это просто дико мне было слушать. Ну, потому что это уже психология. Понятное дело, что это не прямая психология. Господи, я, вы поняли, о чем я говорю. Я о том, что Алена прекрасно понимает, что у нее есть проблемы с определением чувств. Она по-другому этот мир воспринимает. И вот она как-то тоже познает себя через такие практики. Нанесла она масло, ну, стало ей лучше, ну, это же хорошо. Ну, самое главное, что ей как-то стало от этого лучше. Ой, какая комнатка, девочек. Ого, она, собственно, хорошо выглядит. Первое впечатление, когда я зашла к ней, сразу было очень положительно. Организовано пространство очень здорово. Детская, девчачья, все как у всех. Привет. Знакомься. Здравствуйте, Брюсюша. Привет, Элина. Иди к нам. Так чистенько. Поволтаем с тобой. Ну, девчонка такая, типа, девочка хорошисткая, мне кажется, так по ней сразу видно. Мне понравилось. Такая стеснительная, хорошенькая такая. Расскажи нам, ты сейчас в школе учишься? Да, у меня седьмой класс. Она вот просто вот милая, да, да, да. Тебе нравится учиться? Да. Мама тебе помогает или ты самостоятельная? Самостоятельная. А я сама. Я думаю, что у Алены синдром отличницы. И мне кажется, если Алена вот сама так требовательно к себе достаточно относится, то ее дети, значит, тоже она их так вот строит, чтобы они были максимально везде самыми первыми и самыми крутыми. Настя, расскажи, вы с мамой как-то вместе вот отдельно проводите время? Да, в основном это на выходных, потому что мальчики уезжают на дачу, они там катаются, в грязи все копаются. Мне это не нравится. Мы с мамой ходим в торговые центры, там кушаем везде, и мне нравится это больше. Клево. Такая девочка хорошая, мне нравится энергетика, вот эти вайпс какие-то от нее приятные, реально такие миленькие. А что тут психолог скажет? Все, конечно, очень хорошо, но я не поняла, а где у них в графике время, которое они проводят всей семьей? На выходных мама остается с дочерью, папа остается с сыновьями. Но обязательно хотя бы один день в месяц должен быть день, когда они все вместе проводят время. Да ну она может просто не рассказала, она вот вспомнила последние выходные, как-то вот обобщила, кто его знает. Настюш, скажи, пожалуйста, а насколько вы с мамой близки, насколько она делится с тобой своими практиками, навыками? Она тебя вовлекает в эту жизнь? Да, я очень много всего знаю. Копирую. Да, у нее очень много разных штучек благодаря маме, потому что она очень-очень много всего разного покупает. Ну это на самом деле момент, который меня несколько напряг. Ну это странно для меня. Что странно? Что тут странно? Это же мама проводит время с дочкой. Не хочу к этому никак придираться, потому что я уверена, что девочка просто рассказывает какой-то последний опыт с мамой. Вот они последний раз пошли как-то в торговый центр. Вряд ли они прям каждую неделю в торговый центр ходят. Я уверена, что это вряд ли так. Вообще тебе это все близко? Да. Или это ты делаешь, ну чтобы маму порадовать, просто чтобы быть вот как мамочка? Или тебе тоже это все вот по кайфу нравится? Мне нравится, но я не так углублена в это, как мама. То есть мне это не жизненно важно, как ей. Конечно, мне показалось, что мам немножко давит на дочь. От Алены исходит вот этот напор, который просто не может не навязывать. Другое дело, что они ее настолько любят, они ее настолько уважают, что они это принимают. Вот по поводу воспитания девочки. У нас ей было 13. Когда у девочки начинаются определенные дни, это еще в древности, да, то есть мама давала благословение. То есть как принятие женского рода, да. И я собирала женский круг, и я ее благословляла на женский путь, что ты теперь... О, боже мой. Ты с нами. Алена, что это было? Ничего страшного нету в месячном, все нормально. Просто почему? Она начала об этом рассказывать, даже не спросила, у дочки можно ли этим поделиться. Я бы там со стыда умерла. Алена, пожалуйста, соблюдаем границы. Да, может она с границами не очень еще. Это реально смешно, просто нереально. Это было, я не знаю, когда такие обряды там проводили, лет 200 назад? Мне кажется, мы в 21 веке живем. Ну, нет, ну, хочется, ну пусть, ничего, я против не имею. Просто у дочки спроси, она не против такое поделиться? Просто дочку жалко. Ты вот как бы не побоялась, что может она там будет стесняться этого? Все-таки это какие-то ее личные моменты. Она захотела? А, ты захотела, да? Дочь. Не надо смотреть на него. Не надо, это правда. Просто насколько человек зрелый, чтобы вообще принять вот этот, ну, скажем, эпизод? Потому что, ну, девчонки в таком возрасте, они могут просто элементарно там постесняться, что там, о каких-то... Ну, это понятно, но я и спрашиваю про конкретно твоего ребенка. Полина, спасибо за первый common sense. Реально, ей неловко стало. Боже, дорогая, прости. Мы все в твоей шкуре, мы понимаем, не переживай, дорогая. Мне показалось, что дочке стало неудобно. Я просто даже помню себя в таком возрасте, когда мне, в принципе, не нравилось, когда мама вообще любые темы про меня с кем-то обсуждает. То есть для меня это было дико. Меня это очень, в общем-то, расстраивало и обижало. Да, слушай, Полин, вот... Ой, Ален, что-то ты меня, конечно, удивила. Особенно, знаете, вот при семье приезжают там какие-то дальние родственники на Новый год. Или там, что там празднуем? В Пасху приезжают все, и тут на Пасху бабушка... Боже, я помню. Ой, извините, ребят. Ну, раз такая тема, вы знаете, зашла. Один раз, короче, к нам приехала какая-то дальняя родственница, и она посчитала нормальным мне такие же вопросы задавать. Мне было что-то лет-то 15, и она мне спрашивает. У тебя уж началось, да? У тебя уж началось это вот? Я сижу такая... И вот думаю в голове, соврать? Как уйти от этого? Ну, не врач же, вроде бы взрослый человек интересуется, вроде бы наша семья. А мне так не хочется на это отвечать. Может, Алена в холодильнике хранит все вот эти обрядные штучки? Вау, ну, все-все-все, это шутка, шутка, шутка. Я не вижу ничего плохого в этой проблеме, просто когда она уместна, и когда она не затрагивает границы других людей. Алена явно не спросила ничего у своей дочки, просто, ну... Как должен был состояться этот разговор? Дорогая доча, вот мы сейчас приезжаем, телепрограмма, телепередача. Ты же не против? Я расскажу там, какие мы обряды делали, когда у тебя первомесячные начались. Да, мама, конечно, пусть все знают. И даже не вырезали, и даже оставили. Ладно, все, сладкое наше, не переживай, если что. Мы все понимаем, всякое бывает. Главное, не зацикливайся на этом. Вообще, вот этот ритуал было очень весело, очень интересно, потому что был такой женский круг, когда все друг другу доверяли, и мне, в общем, понравилось. Было весело. Вот так она определила глобальнейшую цель, которую преследовала ее мама. Это еще ребенок. Я не думаю, что она вообще, в принципе, поняла посыл того, что с ней произошло. По Насте было видно, что она этого не поняла. Знаете, я тоже ничего не поняла. Почему весело? Плачать надо было. Ну, я и была весела. Что психолог скажет, она, наверное, в шоке сидит. Конечно, открыто разговаривать о своих женских днях в обществе женского круга, состоящего из разных незнакомых взрослых женщин, это подойдет не каждому подростку. Но, как мы видим, Алениной дочери это даже очень понравилось. Поэтому здесь это скорее хорошо. А вот то, что мне не очень понравилось, что Алена обсудила это с гостями прямо при подростке. Более того, все это сняли камеры. Вот тут явно подросток засмущался. И если где-то в тесном женском круге она и готова была это обсудить, то здесь явно стоило с ней посоветоваться заранее. Да, короче, Алена что-то не поняла. Видимо, как-то дочка, наверное, разрешила это обсудить с другими какими-то девушками. И тогда это было нормой. И почему-то Алена решила, что раз тогда доте разрешила, значит и сейчас тоже можно. Ну, как-то вот, ну да. Тут чувствительности не хватило. Болин, понимаю, согласна. Ну да, ладно, приколы бывают разные, понимаю. У меня тоже один раз такое было. Мне кажется, я рассказывала один раз. У меня, короче, это близкий родственник. Прочитала мой личный дневник и весь этот личный дневник обсуждала со своим другом. Или подругой, не буду говорить. Ну вот, в общем, со своими там друзьями. И потом я об этом случайно узнала, когда мне написала моя двоюродная сестра. Ну да, мне тоже тогда ужасно обидно было. Так что понимаю. В любом случае, я рекомендую всем мамам, когда их дочери переходят в этот интересный возраст, сделать действительно праздник по случаю наступления критических дней. Поздравить ее, чтобы она не стеснялась этого в дальнейшем. Да, возможно, не нужно проводить каких-то особых обрядов. Но хотя бы сесть дома, купить тортик, обняться со своей дочерью и поболтать по-женски. Это очень важно для взросления девушки и для ваших отношений. Ну вообще, мне кажется, классная такая тема, потому что после таких вот каких-то праздниц, не знаю, после такого всего, ты понимаешь, что это нормально. Потому что, ну, я знаю то, что многие могут это, ну, как-то тяжело воспринять. Ой, зелё, пришел. Привет, привет, какой ты хороший. Ты из садика? Угу. Вернулся? Да. Знаком. А что у нас тут? Тетя какие-то, привет. Ну, рассказывай. Что делал? Любишь садик? Да. Младший вот сын крутой держится. Молодцом. Ой. Любит садик. А что любишь садик? Такая маленькая козявочка такая хорошая. Что у тебя там, друганы? Там все со мной играют. Мне очень понравились все дети, но они классные дети. Так, а я не могу что-то понять. Вот эта маленькая кровать и он как, он здесь что ли вместе с Настей спит? Слушай, он у нас спит и здесь иногда с Настюшей. И с мальчишками папа специально сделал двухэтажная кровать всем папам на вооружении. То есть он может спать там. Я считаю, что обязательно мальчик с девочкой, тем более у них уже такой возраст, что они не должны жить вместе. Я считаю, что у ребенка всегда должно быть собственное место для сна, что он не должен там кочевать в кровати родителей или между комнатами своих братьев и сестер. Все-таки как-то определение должно быть какое-то. Я почему-то решила, что, наверное, у них две девочки, а тут оказывается мальчик еще спит. Я почему-то, я немножко путаюсь и не могу запомнить, какого пола еще дети у Алены. Но да, это точно странно, потому что девочка уже взрослая. Ей точно нужна уже как-то своя комнатка без маленьких детей. Но, видимо, они там меняются как-то. Он иногда тут, иногда там. Но просто странно, да. Мне кажется, раз все мальчики, они бы... Ну, было бы лучше, если бы они все вместе тогда уже жили. А у девочка одна. Надо посмотреть еще, какого размера у них комната. Но точно, наверное, девочку лучше одну оставить. Вова с Настей делят Сашу. Кто когда-то... Настя очень обижается, когда Саша выбирает Вову. Ну, вот как-то... Либо там, либо здесь. То есть он сам вас выбирает. Так, вообще странно, да. Почему ребенок, типа, должен выбирать? Все психолог скажет. У ребенка должно быть свое место, своя кроватка. Не должно быть такого, что он мечется из комнаты в комнату от брата к сестре и не понимает, где он, где его место, где его пространство. Нет. Если вы хотите вырастить уверенного в себе ребенка, с личными границами, с четким пониманием, что мое, а что чужое, пожалуйста, сделайте ему отдельную кровать. Вообще, да, это такая мелочь, наверное, но я ее понимаю. Хочется что-то свое, и чтобы ты точно знал, что это вот, вот это мое. А тут ни там, ни сям получается. Не знаю, конечно, как у него это в голове, какая у них там все, ну, эта вся система. Но, в общем, да, я бы тоже, наверное, все-таки кровать из комнаты девочки убрала. Пойдемте, я буду переодевать, и дальше уже в зал, в гостиную. Делегация мам отправляется в комнату мальчиков. Проверить, правда ли у них такая гостеприимная обстановка, как рассказывает младший брат. Или их встретят не так радушно. Ну и пойдемте, я вам познакомлю вас со своими мальчишками. Опа. Привет. Типичная мальчишачья комната, висят там снаряды. У них тут такой ремонт клевый в этой комнатке. Что-то вообще, тут прям свежачок прям. И покрашено все, и мебель видно новая, и столики новые. Не, у девочки тоже хорошо, просто ну что-то прям вот, будто бы здесь как-то светлее и так приятнее. Компьютеры, двуспальная там кровать. Вообще, мне кажется, как у всех мальчишек так должно быть. Привет. Привет, ребят. Привет. Здравствуйте. Мой старший, мой средний. Как зовут? Владимир. Илья. Очень приятно. Взаимно. У нее офигенные воспитанные дети. Ладно, я вас оставлю ненадолго. Пообщайтесь, познакомьтесь. Это вот мои любимые помощники. Блин, так такое странное описание. Мои любимые помощники. И вот эти-то. Мне тут бы сказать, мои любимые вонючки, мои любимые козюльки. Что за помощники? Ну кто это такие? По подъезду дежурной любви? Ну, короче, Алена, ну ладно. Это в ее стиле. Илья, вот скажи, пожалуйста, вот мама рассказывала на кухне, что у вас есть дежурство по кухне. Вот вы мальчики, а неужели вот вам охота вот это дежурить, что-то убирать? Вот вы расскажите, как вам приносятся домой? Ну, а как? Убираться, конечно, мало кому, наверное, ловольство приносит. А так, конечно, это общее дело. Помогать нужно в семье. Это прежде всего. Не заставляют нас. Нет. Хочешь помочь, делаешь, не хочешь, не делаешь. Ну, видно, что они прям вот дети из многодетности. И очень добрые, отзывчивые, серьезные. А мои семеро деток тоже любят друг друга. Дети заботятся друг о друге. Кстати, все чисто. Вот смотрите, видите, пол чистый. Вообще все чистейшее. Где тут они пыль разглядели? Я пока не поняла. Но у детей вообще все классно. Ребята, скажите, пожалуйста, а с кем вы больше время проводите? С мамой, с папой? Ну, вообще, наверное, лет до шести большую часть времени мы проводили с мамой. А потом уже, наверное, лет шести начинается, уже потом и папа идет. Потому что там, наверное, больше интереснее сейчас в целом, наверное, с папой. Потому что, ну, все-таки отец интереснее нам. Так мы в основном тоже на горных лыжах катаемся с папой. На даче, на мотоциклах катаемся, на гидроциклах, на ватрушке. У нас с папой больше времени проводим, играем. Ну, это неправильно. Ну, это, не знаю, это, опять-таки, не наше дело. Ну, блин, знаете, я могу в какой-то степени понять. Потому что я, например, не особо сильно люблю такой вот активный отдых. А, возможно, вот мой муж бы такой любил. И вот он бы детям с детьми так время и проводил. Конечно, я понимаю, что вот, ну, типа, было бы классно, да, вот если бы мы все вместе как-то всей семьей время проводили. Скорее всего, они так и делают, но иногда в розни. Мама с дочкой, а папа вот с мальчиками. Даже в отношениях. Ну, как бы, понятное дело, что не у всех там общие интересы. Вот любишь там, вот меня Кирилл любит вот эти мотоциклы. Вот он любит поехать на мотоцикле в лес вот так вот покататься. И он один раз меня тоже взял с собой на мопед кататься по лесу. Прошло 15 минут, я зарыдала. И этот лес, он был ужаснейший. Потому что из-за того, что там все катаются на этих мопедах, он весь в дырках. Типа, ты катаешься, и там все в ямах. Причем это не просто яма, а это грязь. Там погрязи по лужам. И все такое стремное. И тебе через эти лужи как-то приезжать надо. И, честно говоря, мне дали какой-то легкий мопед. Я сама вешу мало. Я эти ямы иногда не могу преодолевать. То есть мне приходилось останавливаться в этих прям посреди лужи. И, короче, меня это все напугало. Меня это все так выбесило. Я зареклась. Все, я больше на мопеды не хожу. Потому что я начала плакать. Через 15 минут я посреди леса начала плакать. Я не могу. Кириллу в кайф. Ему это все очень весело и нравится. Но вот это не мое. Поэтому Кирилл теперь вот с друзьями ходит. Катается на мопедах. А я с ним это в лазер так могу. Или это в картинг. Это он не всегда. Ну, картинг еще, да, неплохо. А картинг весело. Ну, и вот когда ты вырастаешь. И у тебя появляются с твоим партнером дети. Ну, может, такая же система появляется. То, что, ну, вот тебе это нравится. А ты там с детьми идешь вместе время проводить. Ну, нормально, мне кажется. Конечно, не всегда. Но почему бы и да? Ну, у тебя мама такая молодая. Тебе сколько лет? Мне сейчас 15 лет. Вот недавно исполнилось совсем. Ну, да, вы прям вообще друганы такие с мамой. Да. А расскажи, пожалуйста, вот маму тебя рано родила. И вот хватало ли тебе вообще ее внимания? Она же так много работает. На самом деле я никогда не чувствовал, что какой-то недостаток внимания ко мне. Всегда там мама со мной рядышком. Никогда меня не бросала. Всегда вот все детство, помню, с мамой проводил. Да у них все вообще идеально в семье. Я даже не знаю, что сказать. Подождите, парню 15 лет, значит, мама его родила 18. А его папе было 40. Ну, как бы так сказать. Алена для меня может стать супермамой, потому что в ее семье есть объединенность, царит гармония, у них есть вот традиции, да, семейные. То есть видно, что они семья. Да, я понимаю, да. Но у меня просто реально не оставляет покоя. Один вопрос. Я надеюсь, сейчас мы до него дойдем. Сейчас мы с мужем встретимся, и мы все у него разнюхаем. Хорошо, ребят, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы, наверное, пойдем вашу маму поищем, посмотрим, что она там делает. Всего вам хорошего. Вы, правда, очень крутые ребята. Да, вы крутые. Милые, ну что, добро пожаловать на ужин. Что-то тут вкусненькое. Да, это рыбка, салатик и рис. Ну, собственно, это такая стандартная для нас история. Ой, там тарелка с фруктами. Ну, балуешь меня, балуешь, Ален. Очень вкусная рыбка. Бля, Ален, слишком просто как-то все. Я думала, сейчас она как-нибудь вот выпендрится. Там, я не знаю, она готовит. Ну, как бы не удивила. Я ожидала большего, наверное, так. Нет, просто, дорогая, она просто супчик сделала и запеканку. Это все детям. Все лучше детишкам она оставила, понимаешь? Поэтому она молодец. Рыбу причем, ребята, рыба не дешевая. Вы понимаете? Она постаралась. Приятного всем аппетита. Спасибо большое. Мне так нравится, блин. На самом деле, странный был ужин. Честно. Я не знаю, как можно было жить одну вилку. Вот как есть одной вилкой? Рыбу тем более. Это меня вообще убило. Вилочку не додали. А надо было спросить. Она даже авокадо положила, ребят. Рыба и авокадо и рис. О, господи. А, ну, может, ей ножичка не хватило. Ну, надо же было спросить, Полин. Ну, надо было попросить. Может, она не привыкла так. И в воду мяту положила. Боже мой. Ну, это просто. This is just luxury family, так скажем. Ну, для меня это не встреча гостей. Потому что ты ешь каждый день, реально. Иногда даже уже это есть не можешь. Я же что-то вообще не поняла претензии. Там была рыба, авокадо, фруктовая тарелка и рис. И еще овощи какие-то. Ребят, вы тоже каждый день едите рыбу с авокадо и фруктами. Огромной тарелкой ананаса. Я, в общем, да, как-то очень плохо живу. Надо было сделать новогодний стол, да? С нарезочками, с сыром, и с икрой, и колбаской всякой. Какие важные. Пришли тут, как в рестораны какие-то свои, да? Привереды все такие. А сейчас Алена встретится на личной консультации с психологом. Так, а где папа? Что? Подождите, они даже не показали мужа, он не пришел. У меня столько вопросов. Вы подождите, а мы-то как-то эту тему обсудим вообще или что? Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Алена, ну, у вас настолько идеальная семья, такая идеальная картинка, но при этом, как мы с вами понимаем, начало вашей истории, ну, скажем так, не идеальное, а социально неодобряемое. Вика, спросите. Мне интересно, как вы транслировали эту историю детям, как вы ее рассказывали, как мама с папой познакомились. Они же знают, что у папы есть дети, ребенок от первого брака. Во-первых, Дианочка с нами жила. Слушайте, ребят, они что-то, походу, вырезали, потому что здесь это вообще не рассказывалось. Вообще. Тут не было никакой информации о том, что у мужа был ребенок и была жена до этого. Что? Подождите, что вообще происходит? То есть они знали, что это ребенок от первого брака. Да, они знают, как мы познакомились. Да, они знают, что мы встретились, когда мне было 15 лет, что у папы была другая семья. Подождите, а как вы познакомились? Вот этого не было. Этого не было. Как вы познакомились? Где это было? А если бы ваша дочь к вам пришла и рассказала о такой ситуации в ее жизни, как вы думаете, вот исходя из вашего опыта сейчас и материнского, как бы вы отреагировали? С моим сейчас отношением к жизни, с тем уровнем принятия ситуации, на который я вышла, я считаю, что я бы стала наблюдать. То есть я бы ей сказала о своих переживаниях 100%. Каких? Вот что бы вы сказали? Алена, нет, ребят, ребят, это пипец. Ребят, 15 и 39? Подождите, 15 и 39, да? Ей сейчас 33, ему 55. Получается, было ему 37. 37 и 15? No! No, no, no. Ребята, это груминг. Это груминг чистой воды. Просто я в шоке сейчас. Это пипец. Я понимаю, да. То есть Алена рассказывала, что у нее была такая тяжелая жизненная ситуация. Видимо, она искала какой-то поддержки и опоры. И насколько я помню, у нее там, ну, отца тоже не было в семье. Может, поэтому она нашла какую-то любовь в виде вот этого состоявшегося взрослого мужчины. Но, нет, ребят, вопрос-то не к ней. Тут вообще, как бы, дело не совсем в Алене, потому что она еще несовершеннолетний человек. А дяденька, которому 37 лет, внезапно находит интерес 15-летней девочки, как бы это уже вопрос. Блин, и то, как Алена сейчас это рассуждает об этом на примере своей дочери, мне просто страшно. Алена, Алена, пожалуйста, please, common sense. Зачем там наблюдать? Объясните мне, как быстро совершится уголовное преступление за этим, что ли? То есть я бы ей сказала о своих переживаниях 100%. Каких? Вот что бы вы сказали? Ей сейчас сколько? 12? Ей сейчас 13. Через 2 года она приходит и говорит, что «Мам, я влюбилась в мужчину, ему 31 год, он женат, у него есть ребенок». Я знаю, что я скажу. «Но люблю не могу». Что вы скажете? Что бы я сказала? Я бы сказала то, как я считаю. То есть я бы сказала, что, милая, вступать третьей в отношения, где есть другая женщина, ты можешь сделать этот выбор, да? Но есть первое, второе и третье. Почему тебя это волнует? Причем здесь, типа, другая семья? И вообще не в этом дело. Ему 31, ей 15. Алена? Я понимаю, Алена, наверное, говорит из позиции своей травмы. То есть ей больше всего боли причинило то, что, наверное, она вот в каком-то статусе увела. 15 лет ей пришлось примерить на себя вот эту вот страшную роль, как женщина, которая разрушила там чужую семью. Ее почему-то волнует сейчас именно этот момент. Это все как бы очень неприятно, некрасиво, нехорошо. Ну просто сейчас в этом случае дело вообще не в этом. Сейчас вопрос в том, что эта разница в возрасте, да похер вообще придет дядька без семьи, понимаете? Дело не в семье, а в том, что вот что взрослый человек может найти потенциально интересного в маленьком ребенке. Ну как бы тут один, ну ребят, простите, один ответ. Все, я в этой теме очень, все строго у меня, поняли? Все у меня строго, все у меня идут это в бан. То есть если мужчина готов с тобой, например, строить, вот вы встретились, любились, хорошо, он может завершить, сказать, что я заканчиваю здесь и прихожу к тебе, и тогда, пожалуйста, строй. А если бы она вам это сказала, мам, ну у тебя-то с папой не так было? Абсолютно, и я ей скажу, что это мой опыт. Я в шоке, ребята, ребята, они продолжают. Не в этом дело, да пофиг, почему это норм? Что за, я не поняла вообще, почему это так здесь вообще не обсуждается? Ну я думаю, что психолог понимает, она просто ведет диалог, но я не верю, что я это все слышу. Будто какой-то пусть говорят включил. Одобрение бы вы дочери не дали на эти отношения. На такое, я бы сказала, что если он готов брать за тебя ответственность, как мужчина, да, и вы готовы строить, конечно, я буду наблюдать, я буду тебе как-то помогать и быть рядом, да. Ну, Алена, нет, Алена, что ты несешь, Алена, какой кошмар. Ну, я не знаю, конечно, ее психика как-то сейчас сработала в этом моменте, вот именно так. Но, ну, хорошо, ладно, это ее жизнь, но сработало так и сработало. Ну, хочется ей в таком майндсете жить. Ну, это, конечно, трэш, но, ну, дочь, ну, дочка, ну, ну, хоть дочке что-то объяснить, что не надо. Но сейчас мое мнение, поэтому вот такое. Я уверена, что с моей дочерью такого не случится, потому что у них, во-первых, есть отец, у нее другая исходная точка. И то, что прошла я, да, ей не нужно будет проходить, потому что у нее совсем другая задача. Знаете, вот даже как-то грустно, типа, вот вроде все было классно, вот так классно поели, посмотрели, но вот остался и какой-то привкус такой. И такой привкус скорее то, что, ну, в моем понимании какие-то выводы были сделаны абсолютно неправильные во всей этой ситуации. Я, конечно, не люблю говорить, вот это правильное мнение, а вот это, значит, плохое мнение. Не люблю так классифицировать, но просто в этой ситуации во всей, ну, очевидно, один такой ответ. И вот страшно то, что это как-то перекладывается на современную жизнь и на других людей окружающих. Вот меня от этого прямо вот трясет вообще жесть. Я увидела, что с дочерью вы действительно близки. Вы рассказали, что вы делаете совместно разные практики, что вы проводите вместе выходные, когда мальчики уезжают. Но я вообще не поняла, где ваше взаимодействие с сыновьями в этой схеме. Потому что все выглядит так, как будто у вас такое сильное гендерное разделение, что папа с сыновьями по выходным, мама с дочкой. У них действительно очень много общих тем каких. То есть мои сыновья ездят на квадроциклах, на мотоциклах. Вот я к ним подхожу, они ремонтируют, все стоят этот квадроцикл. Я подошла, я говорю, ребят, там у меня там что-то им раздала, они на меня посмотрели, мама там не отвлекай. И я понимаю, что ну вот это их мир, я всегда рядом. Ну так, чтобы насильно, а давайте со мной проведем время, потому что вот мне кажется, что этого мало, я так просто пока не чувствую. Ну может они там вместе время проводят, знаете, там не вместе, они там кучают по вечерам, еще что-то. И у них там есть какие-то свои семейные штучки, но помимо вот этих всяких квадроциклов и дачи и так далее. Ну я с какой-то стороны, наверное, могу понять, но было бы прикольно, конечно, всем вместе, но у всех тоже разные интересы. И не всегда хочется, не всегда получается как-то и с чужими интересами совладать. Раз в месяц можешь, раз в два месяца. Не знаю, не думаю, что это как-то критично. Получается такая действительно очень идеальная картина. Но мы с вами знаем, что так не бывает. Каждый человек иногда злится, иногда тревожится, иногда боится. Как вы транслируете эти эмоции? Ну я просто говорю, что, ребят, сейчас меня не трогаем, я занимаюсь тем, что, например, я могу подышать. Подышать? У нее для того, чтобы подышать, отдельные пункты в дневнике надень. Ваши дети ссорятся? Да, были такие случаи, когда, например, вот особенно вот Настя, Настя Илюша. Илюше не хватало внимания, он пытался перетянуть одеяло на себя. Я не всегда это принимала, мне казалось, как он себя ведет. Естественно, на него повышался голос, да, он еще хуже и хуже. Он мог ее стукнуть. Ну, слушайте, мы все проходили, все точно так же, как все. Ребята стукают дети не просто так, а значит, кто-то либо это на них применил, либо они-то где-то увидели. Ну да, когда много детей, понятно, что, в общем, каждый хочет внимания, и каждый пытается как-то показать, привлечь внимание родителей. И, видимо, Алена тоже это плохо как-то понимает, но понимала. Сейчас она это понимает, но, не знаю, такую красивую картинку, да, показали, когда они начали рассказывать. Ну, ты понимаешь, в общем, такие маленькие, такие вот, хочется сказать, маленькие черкаши, но это, наверное, уже ту мать. Ну, в общем, такие маленькие, такие таракашки какие-то везде, в общем, появляются. Другой вопрос, что в какой-то момент ты понимаешь, что ты так не хочешь. Я просто почему спрашиваю, потому что, конечно, зрители посмотрят эту идеальную картинку. Она действительно выглядит настолько идеально, что это пугает. Кажется, что там никто никогда не злится, никто никогда не ссорится. И это выглядит, как, знаете, такая семья из рекламы детского питания. Да, да, слушайте, у меня тоже такое впечатление сложилось, будто все так хорошо. Хотя странно. Очень круто, что Виктория это подсветила. Вот этот прям вот крутой инсайт я сейчас вот ощущаю. Вот самое главное, что мы можем дать нашим детям, это не идеально. Абсолютно. К чему это Алена сейчас сказала? Она прям, да, она немножечко такой робот. Она поддохнула, типа ответила, но к чему это было, она даже сама не поняла. То есть это просто, ну, абсолютно. Вот самое главное, что мы можем дать нашим детям, это не идеальную картинку семьи. А того, что бывает вот так, бывает вот так, но мы умеем с этим справляться, и мы все равно остаемся вместе. И поэтому мне хотелось понять, как у вас это происходит. Вот именно так сейчас, вот как вы сказали. Конечно, бывает по-разному, и мы ссоримся. Не думайте, что мы там какая-то суперидеальная. Вопрос, как мы с этим справляемся. Здесь очень было правильно подмечено. Я почему-то после этого разговора с психологом прям увидела вот эту роботизированность какую-то в Алене. Но она производила очень хорошее впечатление. Это было реально как-то странно. А вот сейчас в ее ответах, как она общается, видно, что какое-то все вот такое. Не могу понять, что конкретно у меня это вызывает. Ну да, скорее какую-то прям, не хочется говорить фальшивость, но как-то в общем, ну, странно одним словом. Я не идеальна. И как это классно. Я не идеальна. Я такая, да. Я могу жить так, как я хочу. Этому я, естественно, учу своих детей. Она даже это как-то прям сказала, будто бы не по-настоящему, что ли. Я это только сейчас начала замечать. Да, вроде бы она говорит правильные вещи, но вроде бы прям вот какая-то вот эта машина. Возможно, это просто я как-то странно воспринимаю. Я не знаю, ребят, вы тоже скажите, что вы думаете. Я могу тоже ошибаться. Как я люблю говорить, идеальные родители нереальны, а реальные родители не идеальны. Поэтому обязательно оставайтесь настоящими, живыми. Иногда можно где-то и проявить свои эмоции. Конечно. И это будет лучший урок, чем мама в образе хорошей девочки всю жизнь. Спасибо, до свидания. Благодарю, Виктория. Спасибо, Виктория. Впервые в ответах с психологом, вот как-то вот в этом диалоге у меня вообще столько прям вопросов появилось. Прям как-то по-другому эта вся картинка начала выглядеть. И я повторюсь, тут стопроцентно что-то вырезали. Вот не хватает какого-то огромного пласта, потому что они обсуждали всю эту ситуацию с мужем. А тут не показали мужа, типа даже не пообщались ничего. И не сказали то, что там он в передаче участвовать не будет. Значит, ну типа должен был, значит, участвовать. Они просто, видимо, вырезали этот момент, не знаю. Ладно, я думаю, можно посмотреть финал. Я думаю, выиграет Ксюша. Тут сложно сказать. Может даже Алену выиграть, не знаю. Но я болею за Ксюшу. Сейчас, давайте посмотрим, какие баллы поставили Алене. Хозяйственность, типа восьмерка. Ну, хозяйственность у человека есть, это факт. Тут Аполлина щедро хорошо поставила. Ну, не щедро, а не ожидала даже. Приятно и удивила, приятно и удивила, в общем. За воспитание я Алене ставлю точно четкую десяточку, потому что у нее, правда, очень воспитанные дети культурные. Замечательные ребятишки. За самореализацию я ставлю Алене десять, потому что к своим годам она уже достигла всего, чего она хотела. Она уже абсолютно состоявшаяся женщина. Походу, выиграет Алена, ребята. Ну, давайте смотреть финал. Еще интересно, кому психолог даст свои десять баллов. Мне кажется, Ксюша. Надеюсь, что Ксюшину сейчас узнаем. А какие нормы готовы нарушить соперницы ради победы? Увидим прямо сейчас. Столько вы, конечно, эмоций мне подарили. Такие все разные, такие все интересные, чудесные. Ну, вообще. Ну, и удивили вы меня все просто. Я все еще копаюсь у себя в голове, понимаете? Что, давайте посмотрим баллы. Ой, давайте. Итак, первая узнает свои оценки самая молодая. Ксюша! Ксюша, ооо, ничего себе. А почему Алена ей поставила пять за самореализацию? Ксюша же там так все хорошо. И четыре ей Алена поставила. Что-то, что-то Алена прям как-то мало. Маловато очень. Что-то как-то вообще непонятно. Очень странные баллы у Алены. А почему от Полины за воспитание? Ну, наверное, потому что... Я не могу конкурировать просто, да, с вами просто. Исключительно поэтому. Мне не обидно баллы девчонок такие низкие за воспитание, потому что мне пока ребенка особо воспитывать нечего. Ну, потому что у Ксюши один ребеночек, а у Полины их восемь. Понимаете? Не конкурентка. Со своей стороны, они поставили мне действительно достойные оценки, которые, ну, соответствуют тому, что они смогли увидеть. Так, Ален, хорошо, а от тебя почему по самореализации пятерка? Глядя на тебя, я понимаю, что ты сейчас в таком развитии своем. Я понимаю, что тебе вот сейчас пятерка 50% от того потенциала, который ты имеешь. Что ты вообще, нет, ну, в смысле, от которого ты имеешь? Ну, понятное дело, ну, давайте. Вот я пенсионером стану, наконец-то к пенсии накоплю на квартиру, на дом, на детей, на внуков. Буду внукам дарить по 50 тысяч рублей на каждый день рождения. И вот только тогда я буду достойна 10 баллов. Прикол в том, что к своему возрасту она очень многого добилась, понимаешь? Алена какая-то хитрая, что-то вот, не знаю, что-то как-то с кислинкой какой-то все. Вроде бы красиво говорит, а вроде бы, ну, типа, что? Могла бы и лучше. Фу-фу-фу. С вами в 22-м годика могла бы не миллион подписчиков, а уже пять. Все, мне понятно. Ксюша, она просто красиво завернула. На самом деле она, ну, блин, ну, это... Если прислушаться, вдуматься в то, что она сказала, ну, типа... Че, посчитала уже? У меня вообще с математикой просто. Я 2 плюс 2 максимум. А теперь узнаем, как оценили самую многодетную маму в этой четвертой... Опа! Алена везде по 2-2. Ну, я понимаю, да. Ну, Ксюша тоже 3-3, но зато самореализацию 10. А почему Алена ей за 6 самореализацию поставила? Нет, конечно, я как бы тоже для меня это сомнительно, немножечко такая тема. Но интересно, в чем она, вот у нее это заключается, объяснение. Алена, 2. Я могу просто сразу же вам сказать, мы полные противоположности. Хозяйственность, воспитание детей, да, для меня абсолютно не близко. Мы с ней кардинально разные. Но за что я действительно уважаю? Она имеет свою позицию. Она настолько четкая, понятна и абсолютно без разницы, что вы о ней думаете. Она живет в своем мире, она создает свой мир. И он имеет место быть. Что-то я от Алены прям не ожидала реально. Она что-то прям мало-мало, где-то она гасит всех, гасит. Будет ты на 4 свадьбы пришла. Пипец, неожиданно. Ну, короче, Алена походу выиграет. Пытание детей, я в полном шоке, как можно настолько быть в дзене. Вот я вот такой человек, да, я никогда не разрешу нарисовать где-то. И как бы исключительно только поэтому, да, какой-то балл я сняла. То, что рисовать. Ну, я умная дети, счастливое детство, и можно рисовать. А самореализация, ты так кайфуешь. Ты все знаешь про это. Мне кажется, у тебя ночью вот так разбуди, и в чем луна. Луна в деве вовне. Ты это все расскажешь. Это, ну, это супер круто. В принципе, я убедилась в том, что я действительно нестандартная мама. Я не формат. Так и есть. Давайте дальше уже смотреть. Дальше смотрим, какие баллы соперницы поставили. Ой, Элине прям все по троечке подставили за самореализацию. Мне кажется, у нас сейчас расстроится очень. Хозяйственность. Пять. Ой, блин, жалко. Элина вроде такое приятное впечатление произвела. Что-то как-то вообще мало. Самореализация. Всех тройки. Ну, ладно, давайте по очереди. Вещайте. Ну, слушай, ну, самореализация, ты сейчас находишься в таком становлении, понимании, куда тебе двигаться, что тебе делать, да? То есть, если бы я находилась, ну, вот на такой, например, этапе, то я бы поставила, например, три. Я так, собственно, и оценила. Но с точки зрения Алены, я понимаю, типа, она в своем возрасте на такой большой должности, столько детей, еще и готовить успевает. Ну, типа, да. Видимо, она просто по себе судит, понятное дело. Пусть будет так. Все выставили четенько бал в бал одинаково. Они где-то, может быть, об этом поговорили. Сковора у нас никакого не было, я считаю, оценка абсолютно объективная. Почему у меня хозяйственность пятерки? Я вообще не поняла. Это мне поставили женщины, у которых уборщики убираются, еще и дети помогают, и все помогают. Это я самая хозяйственная из всех вас, даже если вас сложить вместе. Нет, подожди, а как ты сама не готовишь? У тебя вот наборы продуктов. А кто их готовит? Которых ты просто свалила в сковородку и приготовила. А кто их готовит? Я вот это вспомнила из вот этих. Да, вот именно. То есть она заказывает именно продукты. Не готовую еду, а продукты. Типа, что туда прикопались все к тому, что, ой, она заказывает на дом. Так что минус пять баллов. Ого, не, реально, Элина много чего делает. Так-то подумать. Мне кажется, она просто на сто процентов как-то вкладывается. Ну, хотя тоже сложно судить. Ну, типа, у каждого человека все по-своему. И сложно как-то все это сравнивать. Ну, нельзя сравнивать даже, я бы так сказала. Вот, Элина старается как может. И реально как-то пять баллов за то, что просто заказала продукты на дом. Ну, пипец, у меня там минус пятьдесят должно быть. Ребят, все, улетели в пропасть. Просто с моей стороны, по сравнению с моей хозяйственной, твоя хозяйственность на пятерочку. Лучше, чтобы мама готовила, правильно. Хорошо. Или муж. Мне прям все время хочется... О, она ее подколола. Мне прям все время хочется ей сказать, выдохни и научись слушать себя. То есть я реально ощущаю, находясь в ней, беспокойство. Воспитание детей. Я тебе, значит, твоим дерущимся семерку. О, а ты мне четыре. Один есть. Ну, у тебя просто пока у него партнера для драк нету. А когда будет, я посмотрела. Ты не прошла тот весь опыт, что был у меня. У меня дети и дрались. И в детском саду по десять часов сидели. И в школу они сами ходили. Вот прошла бы ты через весь этот огромный опыт. Вот тогда, может быть, я бы тебя и посудила, как мама. А сейчас, вот раз у тебя это всего не было, ну, что тебе там, четыре балла тебе. Вот тебе четыре балла. Для меня тоже воспитание, какая-то там концепция, может быть. Не знаю, какой-то подход видень. Конечно, подход, чтобы он шел в сад первые шаги. Ну, просто любишь сына. Ну, это хотя бы концепция, понимаешь. Да, ну, а у меня концепция быть с ребенком, чем она тебе не понравилась? Да нет, супермама, это что-то выдающееся. Ты, ну, нормальная, любящая своего ребенка мама. Ну, просто ничего такого вау я не увидела. А ну, не надо тут, наверное, ничем особо удивлять. Какая-то простая истина во всем есть. И у Елины как-то это нормально все получалось. Я понимаю, о чем она говорит. Ну, наверное, и слава богу, что у Елины нету каких-то там концепций сложнейших. У нее все в порядке. У них там все нормально. Ребеночек воспитывается. Есть какие-то свои приколы. Ну, что? У всех они есть. Но она как-то успевает. И ей хорошо. И все там хорошо. И, в общем, сынулька у нее такой замечательный. Ну, типа, обидно за нее. Потому что она правда, вот видно, что старается. Да, надо было занижать вам баллы просто и все. Почему такие низкие оценки поставили мне? Ну, то есть, очевидно, да, что девочки, каждая из них, наверное, видели во мне какую-то конкуренцию. Человек, который тоже может победить. Будет ли в студии реакция вау, когда конкурентки увидят оценки? Опа! Ну, нифига себе, Алена! Да, я понимаю. Я понимаю, конечно. Алена выиграет. По хозяйственности я вот, честно, Алену поставила 6 баллов. Уже, знаешь, типа, ну вот что было, к чему придраться. Но вот прям вообще изо всех сил ты действительно супер-мама. Вот если как конкурент сказать мне, то вот я вижу только тебя. Знаете, я сейчас вот смотрю, мне Полина поставила за воспитание 10. Потому что у тебя как раз в моем понимании есть вот это видение воспитания, концепция. Это как раз гармония вашего мира. Ну, блин, ну честно говоря, то есть там реально было не к чему прикопаться. Вот когда они все были у Алены, там реально все было очень хорошо. Детишки у нее замечательные. Все там, все так было классно. Пришло время узнать, за какую концепцию воспитания проголосует психолог проекта Виктория Дмитриева своими 10 баллами. Знаете, у меня даже нет догадок, на самом деле. Я сначала думала, Ксюша, а сейчас мне что-то ощущение, тут вообще даже представить не могу, за кого она сейчас отдаст 10 баллов. Я бы хотела каждой из вас сказать пару напутственных слов. Элина, я знаю, что ваш ребенок был очень долгожданным, но каким бы долгожданным и любимым он не являлся, все-таки это он пришел в вашу жизнь, а не вы в его. И поэтому он никак не может быть главой семьи, даже в шутку. Хорошо, спасибо. А, я вспомнила, да, у Элины был такой прикол, что типа ребеночек глава семьи, да. Я тоже не особо это как-то поняла и согласилась с этим, но если не брать вот этот момент как-то во внимание, то, в общем, Элина была хорошая мама, мне показалось. Полина, хочу вам пожелать в такой действительно большой семье найти возможность соблюдать баланс между количеством детей и качеством времени, проведенным с каждым из них. Спасибо большое, обязательно прислушаюсь, спасибо. Ксения, единственное, что я вам желаю, это будучи такой главой, заботливой, контролирующей, не стать опекающей и быть супермамой для своей дочери, но не стать супермамой для своего мужа. Ну, как она хорошо все вот эти пожелания доносит, мне так нравится, так прям приятно слушать, не осуждающая, а наоборот, как-то вот просто по-легкому. Алена, вам я хочу сказать, что, безусловно, у вас действительно картинка семьи практически идеальная. И я надеюсь, что все, что будет за кадром, будет не идеальная мама, а реальная, с разными эмоциями, с разными проявлениями. И это будет помогать детям тоже быть разными и проявлять себя на весь спектр их эмоций. Вика, в общем, психолог, удивилась, да, то, что ей не к чему было прикопаться. И она сразу поняла, сразу поняла, что-то там не так. В общем, прикольно. Как вы понимаете, мои 10 баллов могут изменить картину происходящего. Тем более, разница между первым и вторым местом там не очень большая. Я даю свои 10 баллов той из вас, Ксюша, кто, несмотря на очень молодой возраст, Ксюша, смогла достичь невероятной внутренней зрелости, и эта внутренняя зрелость позволяет вам выстраивать очень гармоничные, комфортные отношения в своей семье и с мужем, и с ребенком, не обращая внимания ни на какие стереотипы. Мои 10 баллов для вас, Ксюша. Ой, я так рада! Боже, слава богу! Я очень рада! Будто она победила уже! Класс! Ой, замечательно! А кто победил-то? Я думаю, что теперь мы готовы посмотреть, как вы оценили друг друга. Что ж, с учетом моих 10 баллов Ксюша получается 63. Алена победила! Ой, ну я так и думала, так и думала. Но победительницей сегодня и супер-мамой и для всех своих детей, и для всех нас сегодня становится Алена. Я вас поздравляю! Поздравляем! Это абсолютно заслуженная победа. Позвольте мне надеть вам ленту, которой у вас точно еще и никогда не было, и вручить вам эту награду, которая, возможно, будет главной наградой в вашей жизни. И в те моменты, когда будет что-то непросто, когда что-то пойдет не идеально, вы будете вспоминать, как вы были признаны настоящей супер-мамой. Я вас поздравляю! Благодарю! Она прям как на вручении Нобелевской премии прям так стала, прям так серьезно вообще. Для нее это видно, что очень важно было все. Ну что, ребят, на этом все. Я в каком-то замешательстве абсолютно вообще. Голова полная всего и сразу. Мне кажется, Алену можно было так еще больше раскрыть, и будто специально это не сделали, либо вырезали, потому что для меня реально прям удивление, как она смогла в 18 лет родить первого своего ребенка смогла получить образование и такую высокую должность в компании, и при этом еще успевать за семьей своей следить, еще там четверо детей она родила в общей сложности, и муж там тоже что-то делает, и вот в Москву они переехали, и вот как-то вообще ничего не рассказали. Просто, ну типа, нам дали эти факты в самом начале, мы как-то сами разобрались, что, ну что-то тут какая-то странность. И немножко это обсудили в конце с психологом, но глобально какого-то понимания у меня вообще не сложилось. Поделитесь, ребят, своим мнением, что вы думаете. Тут столько всего можно обсудить, на самом деле. Поэтому, да, пишите в комментариях, рассказывайте, что вы думаете. Я рада за Алену, что по итогу у нее все хорошо сложилось, и вроде бы, да, она счастлива, дети выглядят тоже хорошо. Это самое главное, но все, ладно, у Алены все хорошо, все классно, это самое главное. В общем, желаю всем счастья, удачи, крепких семей, любви, и чтобы у вас то же самое все было, чтобы и дети у вас все были здоровые, и внуки ваши все были сытые, здоровые, и вообще все были мы живы, жили миллиард лет, и никогда не болели. Все. Ну и напоследок, перед тем, как закончим, просто напомню, что вот у меня есть мой мерч, это я сегодня в футболочке была, такая вот футболочка длинная, это размер SM, у меня раз 164, она такая длинненькая. Весь мерч можно купить на сайте мам.купи, сейчас у нас доставка во все страны, везде по всему международная доставка наконец-то работает, а по России можете заказать на Озоне, там сейчас как раз это новый завозик был. Вот, ребят, спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео обязательно, и подписывайтесь на канал. Такой большой вам чмок сегодня от меня, муах, кихтё, а я пошла есть плов.